40 лет со дня старта легендарной Олимпиады в 80 в Москве. Ее талисман, улетающего на шарах мишку, запомнил весь мир. Это были первые Олимпийские игры в Восточной Европе. Их даже называли первыми социалистическими. Тогда в Москву отказались приезжать спортсмены из 60 с лишним стран. Они бойкотировали Олимпиаду из-за ввода советских войск в Афганистан. Но некоторые атлеты все-таки приехали, выступали под Олимпийским флагом. Инфраструктура столицы абсолютно не была готова к подобному событию. Все строили буквально с нуля. Мы узнали, чем запомнилась Олимпиада в 80 москвичам. Москвичка, участница Олимпиады в 80, легкоатлет Ирина. Четыре дня прожили в Олимпийской деревне. Помню, когда мы ехали по Москве, город просто пустой. И как раз единственное, что стоя в очереди около театра на Таганке прощались с Лисоцким. А мы же этого не знали. Что там случилось, а водители говорят, что Лисоцкого захоронят. В деревне здорово, конечно. Там были специальные такие пледы с надписями. Потом выяснилось, что это нам был подарок, но нам об этом никто не сказал. Готовили лучше повара. Такого дома не приготовишь. Круглосуточно работало это все. Можно было есть, ходить там хоть сто раз на дне. Чекистов была полная деревня. Нам выдавали штатскую форму. Ну, естественно, спортивную форму. Нас сто раз мерили. И вот мне, например, дали форму. Я носила 44-й размер, мне 48-й дали. Там была парикмахерская бесплатная. Магазин был со всякими сувенирами. Такие самовары, скатерти там олимпийские. Выслили за 101-й километр всех нищих, бомжей, проституток и так далее. Когда мы ехали в деревню в Олимпийскую, мы немножко поражены были. Я говорю, господи, нейтронная бомба что ли упала. Машины на прикол ставили. Народу тоже мало ходило. Все взорвали. Кого в лагерь, кого дыхать. Жительница столицы Нина. Ну, к Олимпиаде было все подготовлено очень даже здорово. В магазинах все появилось. Появилось много финских продуктов. Мелкая расфасовка и масло сливочное. И маленькие пакетики сливок. И кондитерские изделия появились. Не только финские. Я обслуживала Олимпиаду по работе. Они все привезли с собой продукты. Но питались все нашими продуктами. Наши продукты были самые лучшие. Но Олимпиаду смотрели в основном все по телевизору. Потому что туда попасть было сложно на стадион. Но вот очень запомнилось. Мы поехали на дачу. У нас дача по Минскому шоссе. И как раз перекрыли Минку. И мы ехали одни по шоссе. Как-то нас пропустили. И каждые 200 метров стояли ГВДДшники. Потому что готовился велотрек. Закрытие это было что-то. Со слезами на глазах у всех это было. Москвичка Мария. И тогда же не было телевизора несколько экранов. Мы поставили два телевизора друг на друга. Один маленький, другой побольше. Тут смотрели. Все. По одной программе там бокс, по другой волейбол. Переключали, все крутили. Я так была счастлива, что я достала билеты на всю легкую атлетику. И на утро отборочные, и на вечер. Специально работала целый месяц. В Тионерском лагере ездила. За 90 рублей я купила все билеты. 105 рублей зарплата у меня была. Не, ну это был дикий восторг. Это было, во-первых, и народу, и дружелюбная обстановка. Все такие были счастливые, радостные. Настолько все это было трепетно и необычно. Тем более мы понимали, что это впервые в жизни было в Москве. Просто слезы как же капали, все рыдали, когда этот мишка полетел. Песня была просто великолепная, конечно. Считается, что Олимпиада 80 стала первой затратой, на которую почти полностью окупились. Как тогда рапортовал Владимир Ковалев, отвечавший за экономическую программу игр. Поступления от коммерческой программы составили около 760 миллионов рублей при расходах 860 миллионов. Официально первой прибыльной Олимпиадой считаются игры в Лос-Анджелесе 84-го года. Сегодня весьма интересная дата. Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись игры 22-й летней Олимпиады, которые впервые прошли в нашей стране. Ну, у каждого свои воспоминания. Кому-то эта Олимпиада запомнилась бойкотом западных стран во главе с США. Кто-то оценил спортивные достижения нашей страны, потому что сборная СССР заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Ну, а для кого-то это такое продуктовое изобилие, которое вдруг неожиданно свалилось, особенно на москвичей. Но и, безусловно, вот этот финальный аккорд, когда Олимпийский Мишка улетел в сказочный лес на воздушных шариках, в самом финале церемонии закрытия, да, это вспоминают многие. Эти кадры, безусловно, облетели весь мир. Под звуки Олимпийского гимна опустили Олимпийский флаг. На экране художественного фона, который состоял из цветных щитов на трибуне под Олимпийской чашей, появился образ Олимпийского мишки, слова доброго пути. При этом из глаза талисмана игр скатилась слеза. Ну и в конце под песню «До свидания, Москва» в исполнении Татьяны Анциферовой и Льва Лещенко «Талисман Олимпиады улетел в небо на воздушных шариках». Поэтому мы, естественно, дозвонились до Льва Валерьяновича для того, чтобы спросить его о тех событиях. Я был на пяти Олимпиадах, поэтому я все это хорошо помню. И в Москве я, конечно, ходил на все игровые виды спорта, и на легкую атлетику ходил, и на художественную гимнастику. И мне было интересно. Общее впечатление большого праздника, потому что появилась в магазинах Кока-Кола, сорокопченая колбаса, пиво в банках, сигареты Мальбора и прочее, прочее. То, чего нам не хватало в жизни. Олимпиады, конечно, это был восторг просто. Потом город был закрыт, улицы были пустынные, спокойно можно было передвигаться. Была красивая сказка такая, растянувшаяся на три недели, насколько. Там была забавная история, что якобы группа солдат, ребят, которые сидели там на трибуне, они на прогоне заснули. И режиссер закричал, шестой, седьмой, восьмой, девятый ряд, 38-го места, вжал, спите. И они раз перевернули этот плакат, и точно под глазом Миши. И появилась слеза. А работала очень мощная группа профессиональных людей. Великолепный режиссер Йосиф Михайлович Туманов. Сценографию и балет был занят балет Моисеева, балет Красноярского ансамбля песни и танца. Когда смотришь, как заполняется эта махина Лужников, стадиона, и как это было все высоко профессионально сделано, понимаешь, что в обществе озаренном какой-то идеей, все-таки это сделает значительно проще электричество. Лев Лещенко вспоминал о тех событиях 1980-го года, когда в Москве открылись игры 22-й летней Олимпиады. Кстати, по данным официальной статистики, на Олимпиаде 80 побывали более 226 тысяч иностранцев. То есть представляете, что это было для того времени. Ну и что означали наши спортивные достижения, а также бойкот нашей Олимпиады некоторыми западными странами во главе с США. Вот об этом мы поговорим с спортивным обозревателем «Комсомольской правды». С нами на связи Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Добрый день. Да, ну Олимпиада 80 — это, конечно, ностальгия. Это детство, для многих не детство, а уже взрослые годы. Скажи, пожалуйста, вот для тебя эта Олимпиада — это что? Ну для меня все-таки это какие-то теплые воспоминания из детства. И потом меня Олимпиада, вот эта символика Олимпиады меня окружала практически все от детства. Потому что вспомните вот эти вот сумки «Москва-80», да, вот через... Холщевые, конечно, конечно. Нет, даже из этого, из кожезаменителя такие были. А у меня холщевая была. Вот, еще какие-то вещи. Вот я сегодня нашел у себя на даче блюдо, большое такое блюдо, без которого у нас не обходилось ни одно домашнее празднование. Там подавались там манты, плов и так далее. В середине этого блюда как раз эмблема Олимпиады. Вот сейчас живет это блюдо у нас на даче, и тоже ни одно торжество без него не обходится. Вот каким-то таким образом Олимпиада-80 все время вот как прошла вместе с нашей семьей вот 40 лет. Но, все-таки, Андрей, ты спортивный обозреватель, поэтому и вопросы о спорте, о том, что сопутствует Олимпиаде, можем вспоминать бесконечно, это абсолютно точно, что говорить о спортивных достижениях. Подвергал ли кто-нибудь сомнению в то время? Все-таки сборная СССР стала первой, второй, если не ошибаюсь, ГДР, по-моему, да, были? Да, да, но там на самом деле, в чем был, да, в чем была вот эта вот бойкот не совсем полноценной со стороны западных стран, да, потому что не смогли, не приехали американцы, не приехало ФРГ, еще несколько стран, а достаточно много западных стран приехали и выступали под нейтральным, под олимпийским флагом, под белым. И, в общем, никто не, никто, потом все достижения спортивные никто не ставил под сомнение. Было достаточно много побитых мировых рекордов, было много, опять же, очень многие соревнования прошли в достаточно такой бескомпромиссной борьбе. И, так что, с точки зрения спорта, да, та же самая Олимпиада в 80, я считаю, была намного более насыщенной, чем Олимпиада в 84-го года, где не участвовали наши спорты. Ну, слушайте, 195 олимпийских медалей, 80 золотых, это вот завоевала сборная СССР, ну, то есть, более чем ощутимый, конечно, вклад, но нужно учитывать, что СССР огромная страна, состоящая из 15 республик, так что все достижения в то время были, что называется, в общую копилочку. Если говорить о западных странах и о том, как воспринимали западные спортсмены свое присутствие на Олимпиаде, были ли какие-то, может быть, я не знаю, ты готовил этот материал, мне просто интересно, какие-то воспоминания о том времени, не о представителе соцлагеря, а о представителе противоположной стороны? Да, да, действительно, на самом деле многие спортсмены хотели участвовать, и те же американцы очень злились на свое правительство, на свое руководство, что они объявили вот этот вот бойкот. И были такие замечательные истории, когда спортсмены буквально прерывались в Советский Союз, чтобы участвовать в Олимпиаде. Вот австрийская такая была, в конном спорте была австрийская спортсменка, и ее привез на Олимпиаду на своем частном самолете вместе с лошадью чемпион Формулы-1 Никки Лауды. Да, и это тоже было там в воспоминаниях Никки Лауды, говорит, вот все, весь полет, морда лошади находилась в кабине, лошадь счастливо ржала, и вот они вот так вот прилетели в Москву, и через несколько дней вот австрийская спортсменка взяла золотую медаль, и, в общем-то, уже эта история закончилась через второй. Спасибо. Спасибо.